Небольшое озеро на улице Старозагоров в Самаре полюбили не только местные жители, но и пернатые водоплавающие. Летом здесь проживают около 10 уток. Зеленую зону вокруг самарцы прозвали дубки из раскидистых деревьев, которые растут здесь больше 100 лет. Это любимое место отдыха жителей 12 микрорайона. Здесь они регулярно проводят праздники. К примеру, в июле отметят День шоколада. Вот только территория нуждается в благоустройстве. Этот вопрос подняли на общественных слушаниях проекта на связи с губернатором. У нас зона отдыха дубки великолепная. И утки, и дети сейчас переживают, что лягушки мало квакают. Мы бы очень хотели, чтобы нам благоустроили. Там не все в порядке, как мы как бы хотели. И второе озеро, просто почистить его все, чтобы дети отдыхали, взрослые отдыхали. Сейчас решается вопрос о том, чтобы причислить эту зеленую зону к числу особо охраняемых территорий. Это будет первым шагом к преображению будущего сквера. Выделены системные средства зеленхозу, МП зеленхозу, для того, чтобы она эту территорию содержала. Но на сегодняшний день, вот что касается самого озера и прилегающей территории, да, оно требует больше внимания. Не то, что внимания, а надо все-таки общественным советом сейчас определить, что мы там хотим видеть. Вопросов у жителей 12 микрорайона накопилось немало. Многих волнует ремонт внутриквартальных дорог, который не проводился более полувека. В прошлом году в Кировском районе отремонтировали порядка 42 тысяч квадратных метров внутри дворовых проездов. В этом году в планах ремонт дорог в 15 дворах. Еще 15 отремонтируют по программе комплексного благоустройства двор, в котором мы живем. Общественные слушания по благоустройству плавно пересекли в обсуждении проблем жилищно-коммунального хозяйства. Жилой фонд в 12 микрорайоне немолодой, поэтому большинство вопросов были адресованы управляющей компанией. Это и текущий ремонт, и работа дворников. Я хочу по контейнерной площадке сказать. У нас она стоит на выездной дороге между Ташкентской 102 и Карл-Максом 410А. Там не контейнерная площадка, а свалка. Дворников нет, не убирают даже. Дворники работают, а не кварталами, еще как-то еще. Если вы, ваш общественный совет, микрорайону, либо вашего дома договоритесь с управляющей компанией, которая платит ему зарплату, и за качество работы он, увы, будет подписывать табель на него у вас. Один раз сказали, вот у нас есть дворники, поменяйте нам дворников. Плохо убирают. Давайте мы найдем механизм заставлять эти деньги работать. Все обращения жителей взяли в проработку. Прямой диалог власти и граждан на общественных слушаниях проекта на связи с губернатором выявляет те проблемы, которые актуальны для жителей города сегодня, и которые решать будут в первую очередь. Марина Матвеевична, Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.